Девушки отдыхают 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 Вот-вот, да, вот. 95-й бензин. Да, 95-й. Именно. Надежда, как вы разбираетесь прекрасно. Вмешивая в пропорциях один к одному, берем две ложечки. И столько же нам нужно сюда налить нашего очищенного бензина. Обрати внимание на то, что запаха нет. Запах впитывается моментально и выветривается буквально там за полчаса-час. Вот так вот хорошо. И собственно... До какой степени нужно разводить? Вот кашица должна получиться. Вот такая вот. Перемешали хорошенечко. Поскольку здесь присутствует бензин, одеваем перчаточки. Берем такой тампончик на него. И смотри, начинаем втирать в поверхность нашего берета. Вот сразу, пока оно не выветрилось, да, вот смешали и сразу делаем, да? Сразу смешали и начинаем действовать. Да, он немножечко будет рассыпаться, это абсолютно не проблема. Слегка как снегом должен быть притрушен, да? Вот смотри. Но мы тщательно проходим. На некоторое время нужно будет отставить и подождать, пока высохнет. Как долго он будет сохнуть, Тарас? Достаточно будет 20-30 минут. Но если у вас шерстяная шапка, вы имеете возможность постирать шерстяную шапку, но есть определенные правила. Во-первых, температура воды не должна быть выше, чем 30 градусов. Если у вас под рукой не оказалось специального деликатного моющего средства, можно взять шампунь и водички его развести, стирать нашу шапочку. Опять же, ее сильно тереть нельзя, сильно выкручивать нельзя. И в конце, дабы форма не потерялась, вот так вот на баночку пусть высыхает. Что касается вот этого головного убора, боюсь даже брать его в руки. Поскольку кожаные шляпы, шапки всегда очень дорогие. Я однажды пробовала сдать химчистку, свою шляпу, в которой были элементы кожи. Пришлось заплатить 150 гривен. Я готов научить чистить вас кожаную шляпу за 50 копеек. Да ты что? Серьезно. 50 копеек вместо 150 гривен. Мне это нравится, а вам? На самом деле, достаточно прочное кожаное изделие. Почему просто не бросить стиралку, понимаете? При сильном увлажнении кожа лишается дубильных веществ. Появляются трещины, появляются заломы. Итак, что же делать? Внимание, возьмем луковицу и с помощью нее почистим нашу кожаную шляпу. Обалдеть! Я уже не раз попробовал. Мы берем луковицу побольше, вам будет проще с ней обходиться. И отрезаем достаточно такое толстое колечко. Потом начинаем протирать нашу шапку. То есть луковым соком? Луковым соком. После того, когда у вас загрязняется потихонечку луковица, вот она становится темнее, мы отрезаем следующий слой. И опять же... Но сейчас запах есть, Тарас. Запах есть? Да. Но он же проветрится. Немного времени нужно. Выставляем на балкон, и он проветрится за ночь. Обрати внимание, вот там, где мы почистили, и посмотри на поля. Да, поля у нас вот так выглядит почищенная шляпа. И, собственно, потерли мы недолго. Мы что таким образом делаем? Просто освежаем кожу или действительно какие-то... Мы ее полностью чистим. Если будешь обычной тряпочкой тереть, то останутся разводы. Вот, а лук прекрасно это впитывает, вбирает ее. Глянец, блеск придается. Аналогичное можно сделать с кожными перчатками, выветрить их, и они также будут выглядеть прекрасно. А давай оставим как раз такой фрагмент, необработанный на шляпе, и потом сравним. Хорошо. До лука и после лука. Давай, вот так оставляем. Я хотел бы все-таки разобраться вот с этим пятном. Берем бензин, лучше брать очищенный. И вот таким вот образом... Поддержим Тараса, потому что с пятном он просто домой не может вернуться. Вот обратите внимание, пятнышка практически нет. Вот дотру, бензин у нас высыхает потихонечку, и обрати внимание, что у нас остается исключительно такое легкое мокрое пятно. Жирного пятна у нас не осталось. Фетровые шляпки нужно чистить один раз в неделю как минимум. Почему? На самом деле, когда вы сдаете химчистку и платите 50 гривен, что с ней делают? Ее хорошенечко отпаривают, да, пароочистителем, и потом щеточкой сверху проходится... И все. Что вы можете сделать? Включаете чайник, вашу шапочку, хорошенечко отпарили, старой зубной щеточкой вы ее так хорошенечко проходите, с фетровыми шапками разобрались, и меховая шапка в уходе к химчистке нам обойдется не менее чем 150, а то и 200 гривен. И, собственно, после химчистки они садятся, и знаете, как любят носить, вот как принято, да, вот так вот на макушку. Я видел несколько техник, вот такая вот техника, гордым аксакалом, или вот так. Вот приблизительно, да. И есть еще вариант так, чтобы потуже натянуть, вот так. Это тоже, собственно, версия, но в любом случае, как бы вы, дорогие наши, не носили эти прекрасные шапки, за ней нужно ухаживать. Притом она требует ежегодного такого вот ухода. Есть несколько версий. Часть шапки мы почистим с помощью продукта, который есть на каждой кухне. Это крахмал. Если она не очень грязная, если там нет каких-то пятен, мы можем с помощью крахмала, вот смотри, ставим шапочку и, втирая ее в поверхность нашей шапки, в мех, втирая, вот смотрите, втирать нужно именно по ворсу. С чего ты взял, что крахмал потом весь выпить? Смотри, если мех сильно загрязнен, вот, то лучше крахмал смешивать с бензином. Мы берем две ложки крахмала. Раз, два. Нет, я серьезно не верю, что крахмал смешать с бензином, и этим можно чистить меховую шапку. Ну, конечно, это проверенный метод. Добавляем бензин в одинаковых пропорциях, перемешиваем. Какая кашица, опять же, должна получиться. Да, то есть это еще не жидкое, но уже и не сухое. Крахмал, так же, как и магнезия, прекрасный абсорбент. Итак, внимание, переворачиваем другой стороной и начинаем втирать в поверхность. Не переживай. Еще раз напоминаю, что бензин, оно летучее вещество. Очень хорошо у нас он испаряется. Кроме того, мы используем очищенный бензин. Он гораздо быстрее выветривается и без примесей всевозможных. Есть. Одна сторона. Почистили, шахмал. Крахмал. А с этой стороны у нас крахмал плюс бензин. Пусть немножечко подсохнет, Надя. Да, конечно. Я обращаю внимание, что с шерстяной шапкой мы сделали практически то же самое. Да, только это магнезия. Она у нас высохла, здесь у нас магнезия. И теперь это все дело уходит очень легко. А потом берем щетку. Щетка обыкновенная для одежды или для головных уборов. По-моему, отличный результат. Смотрите. Берет действительно как новый. И что очень важно, он нисколько не потерял ни свой размер, ни форму. Хоть сейчас одевай, родственники будут довольны. Без всяких проблем. Это точно работает. А давайте понюхаем, пахнет бензином или нет. Да, кстати. Опа! Абсолютно нет запаха бензина. Абсолютно. Я пошел в зал. Понюхайте, пожалуйста, шапку. Вот девушка серьезная такая сидит. Как вам понюхать шапку? Нет. Запаха нет? Прошу. Совсем нет. Совсем нет. Где же бензин? Надя, у нас все получилось. Шапка почищена, запаха бензина нет. По-моему, можем смело рекомендовать вот такой вот способ чистки шерстяных бензин. Беретов. Возвращайся, Тарас. Спасибо вам. Я в восторге от результата, который нам удался с кожаной шляпой. Посмотрите, мы ее, помните, луком натирали? Луковым соком. И вот разница. Вот где мы натирали, а вот где, собственно, мы этого не сделали. Давай вот с этой вот шапкой разберемся. Значит, сначала я предлагаю сделать тебе шаг назад. Да. Да, отлично. Вы готовы? Да. Тряхиваем хорошенечко. Вот так вот. Это лучше делать на балконе, по-моему. Лучше делать на балконе, когда внизу сосед. Обрати внимание, что вытряхивается очень легко. Да. Потом в ход вступает суперщетка. И щеточкой по ворсу мы начинаем чистить наш мех. Если ты присмотришься, ты обратишь внимание, что он начинает блестеть таким образом. Как никогда. Как никогда. Цвет становится ярче. И обрати внимание, там, где мы просто наносили, как бы без бензина, одна история. А вот здесь, здесь вот посмотрите, как блестит мех. Там, где мы сочетали крахмал с бензином. Это удивительно. Следов у нас практически не осталось от того, что мы использовали крахмал. Шапка выглядит свежо. Поверь мне, вся пыль и грязь, которая в ней была, вот, собственно, обсыпалась. И ушла вместе с крахмалом, вы точно заметите. Простой, эффективный и, главное, недорогой способ почистить меховую шапку. Тарас, великолепный результат. Эврика. Шапка точно как новая. Спасибо тебе, Тарас. Ну, а мы благодаря тебе знаем, как сэкономить 150 гривен на чистке головных уборов. Кстати, мне это идет? Ну, как тебе сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...